Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем костюм-квесты в прошлой серии. Впрыгнули, можно сказать, в автобус, но, конечно, это было не так, мы прицепили сзади и приехали в большой город, где, возможно, прячется тот, кто похитил нашу сестру. Ну, почему прячется? Может быть, они, конечно, повсюду здесь. Пока что-то только мы зашли в какой-то, я не знаю, то ли супермаркет, то ли не пойми что. Очень мрачный, разрушенный, но пойдем. Где-то здесь находится наша сестра. Я хочу пройти по этому супер-темному страшному коридору, но мои инстинкты запрещают это без яркого света. Мои инстинкты в этом сочетаются с твоими. Нажмите Q для просмотра. Костюм-квест. Появился новый квест. Найти чем осветить путь в темном коридоре. Торговый центр. Да, это как супермаркет, осенний приют. Добро пожаловать в торговый центр. Уверен, что монстры забрали мою сестру в кондитерскую. Мне надо туда попасть. Да, именно в кондитерскую мы идем, которая находится в торговом центре. Осталось только найти какой-то фонарик. Я не хотел говорить тебе, я очень боюсь темноты. А! Особенно темноты полной монстров. У тебя факел горит? Статуя свободы. Я правильно начал делать? Надеюсь, что да. А почему он у тебя не горит? Если меня съест монстр, я хотя бы хочу узнать, откуда он вылез. Ладно, без паники. Я туда ни за что не пойду без фонарика. Так я все понимаю, но где взять фонарик? Я тут при чем? Я вот, ты ж статуя свободы, костюм ты ж нашел? Вот и подсвети им. Факел, по-моему, в руках у тебя. Или это бутафория? А, все есть. Верни назад костюм тогда. Толк от этой статуи свободы? Никакого. Так хоть можно умотать, если у нас монстры какие-то нападут. Смотрите, он, глаза в темноте. Если вы их видите, здесь довольно мрачные, конечно, но я эти глаза вижу. И они, между прочим, повсюду. Сверху сыплется чересчур много мусора. Надо как-то защитить голову. Я понял, как. С помощью рыцаря. Ну, у рыцаря хоть есть полезный навык защита. Статуя свободы вообще ничего не имеет. Так, в этом ящике точно есть фонарь. Нет, его здесь нет. Он чуть-чуть дальше. Да где же здесь фонарик-то? Чуть не стремно в этом месте. И там он ходит, кто-то ходит. Кто-то большой, круглый. И там кто-то ходит. Ладно, мы еще сюда вернемся, я думаю. Осталось только отыскать фонарь. Эй, смотри, это кондитерская. Вернее, вход в кондитерскую. И там полным-полно монстров. Осторожнее, дети. Вам не стоило подходить сегодня к этому месту. Ты еще кто? Слушайте, какой-то коп вылез. Его захватили подростки. Мурашки. Сэр, это монстры. Они такие, особенно между 14 и 20 годами. Я собирался после моей смены сходить на балмаскарад в торговом центре. Но не смогу из-за этих бегающих неряшливых хулиганов. Наверное, зря купил эту выкройку костюма космонавта. Ух ты, а можете отдать ее нам? Конечно, но послушайте моего совета. Оставайтесь на темной стороне торгового центра. Там безопасно. У нас есть выкройка. Короче, охранник торгового центра, по-моему, обделался. Вот она, костюм космонавта, где найти торговый центр. Вернее, где найден торговый центр, осенний приют. Пока что только есть. Сама выкройка, больше ничего нет. Ладно, мужик. Ты с нами не хочешь пойти? Эй, не выдавайте мое местоположение. Нам бы третий не помешал бы, конечно. Блин, орк. Да нет, это не орк. Это... Это огар, походу. А можно с ним не драться? Готовься звать мамочку. Я его ударил, значит, он будет ослаблен. А ударить, извините меня, горшком для конфеты, это смертельно может быть даже. Ё-моё, а я даже не сохранился. Или меня сохраняли после этого? Что это за чудовище, смело? Да, это огар. Я был прав. Не тролль, конечно, но огар. Короче, у него две руки опасны. Мы сейчас с вами берем, наверное, гоблина-охранника. Сначала воборот. А потом будем заниматься огаром. Чтобы их меньше было. Уровень у нас равный. Поэтому бояться нечего. Сейчас только руки разложу на клавиатуре. Это довольно... Сложно. Перестроиться? Я еще. Блин. Костюм. Не тот костюм надел. Костюм воина. Ладно, попробуем с этим костюмом победить. Ничего себе удар. Успел. Щит стражника. Короче, ребята. Их надо убивать быстрее. Но у них лечить некому. Это дураки, короче. Они не могут ни вылечить, ни поставить щит, ничего. А мы можем. Внимание. Это он. Слышь, нажал-то. Ё-моё. Щит стражника. Можно наложить на нашего Эверота. Но я думаю, этого мы делать не будем. Мы так победим. Да? Да. Давай. Гимн будем петь? Не будем. Давай. Атакуй. Что-то не увернулся. У тебя же бонус есть. Щит стражника. Да давай добивать его. На самом деле ничего страшного. Добиваем. Все. Эти были без поддержки, поэтому мы с ними нормально справились. Едобная кепка. Досталась нам в приз. Ничего, найти место, где тут сохранение. Что это за мужик стоит? Ты тоже прячешься от кого-то? Ё-моё. Наступил на монстра. В темноте. И опять я не тот костюм надел. Вот зараза. На монстра наступил. Не увидел его там сидящим. Хоть бы... Опа. Этот с бочкой какой-то. Огр-гренадер. Ну, с бойным все понятно. Вот что от этого ожидать? Это вопрос сложный. Блин, и костюм все никак не переодену. Да что ж такое-то сегодня пошло не так. Ну, давай. Бьем как можем. Главное, гренадера, наверное, побыстрее вынести. Тут нажимаю клавиатуру и трещится. Это не шифт был. Увернулся, красавец. Успех. Увернулся. Гренадер, короче, бросает не очень приятные вещи. Поэтому его надо побыстрее уничтожать. Давай. Гренадера нет. Остался воин. О, вернулся. Блин, обожаю этот навык. Просто замечательный навык. Давай. Тут все просто. Давай. Хотя и воин, рыцарь неплох, конечно. Увернулся. Блин, просто потрясающие у нас умения. Смотри, тебе конец. Коричневый мозг. Или коричный. Коричный мозг. Получили. Подождите, я сюда шел вообще-то. И у мужика спросить, что он тут делает. Строитель? А это и кто? Ё-моё, угород идет опять. Мужики, вы их не боитесь, нет? Эй, здесь идет стройка. Где ваши средства безопасности? Вот, держите эту каску, чтобы не пострадать, ладно? Благодарю вас, сэр. Безопасность превыше всего. Вы получили материал для костюма каска. Каска. А у нас... А, есть, да. Мы собираем космонавта. Интересно, интересно, какой будет... Какой будет эффект в итоге? Подождите, у этого мужика тоже можно что-то узнать. Сладости или гадости? А, я не ожидал детишек из-за стройки. У меня нет конфет, но вы можете взять те старые снежные ботинки. Я нашел их, когда прибирался в магазине. Спасибо. Снежные ботинки для костюма. Осталось найти только одну вещь. Не знаю, что это. Похоже на баллоны какие-то. А что тут? А, сюда нельзя из-за темноты. Понял. Надо будет еще фонарик найти. Так, третий предмет мне бы не помешал. А, вот мы у кого возьмем этот предмет. У этого мужчины. У тебя мы возьмем, еще и посмотрим. Блин, это морг. Огар, вернее. Хоро, он спит. Эй, проснись. Ха, что такое? Мы из центра переработки. Есть пустые бутылки? Эй, поступь... Чисели по себе, малыш. Просто не шумите тут, ладно? Здесь люди работают. Все, у нас есть все для костюма. Это поможет. У нас есть все материалы для костюма космонавта. Просто замечательно. Пока это самый похожий костюм капитана Старблейзера, который я видел. Старблейзера. Отлично. Это, конечно, не робот. Не знаю, какой эффект будет, но мы сейчас потренируемся вот на той жабе. Нас сохранили после сбора костюма. Жаба не против, что мы берем конфеты. Правда, маловато конфет. Дайте ее шлепнем. Не успел. Я выполняю приказы. Ее можно было не убивать, но опыт. Е-мое, смотрите, какой костюм еще. Сейчас можем пролететь из-за того, что я не знаю, какие навыки. Их трое. Какие навыки они делают. Это что за новые огры? Огр-маг, огр-шаман. Слушайте, огры еще и магами бывают. Давайте шамана сначала гоблина вырежем. Основная атака ЕГ. Что там нажимать? Нажал. Сила особо не увеличилась. Из-за маневра не видно кнопочки. Можем, конечно, погореть. Внимание. Что это было? Усиление. Внимание. Здоровье. Ты же должен был увернуться. Где твое здоровье? Что с тобой происходит? Почему ты горишь? Е-мое, нам конец. Ну, я там ему резво, конечно. Статуя должна добить. Ну, их-то еще двое. Это делает усиление на своего друга. А друг? А друг бьет просто офигительным уроном. Просто офигительным. Так, давай падение метеорита. Посмотрим, что это. На двоих. Один получил очень хорошо, а второй слабенько. Но падение неплохое. Он, скажи, это лучше, чем залп ракет. Ну, давай его громаго добиваем. У него сейчас урон бешеный, поэтому его надо снимать. Гимн петь будем? Нет, не будем. Я думаю, выжим. А вот маг не выживет. Один остался. Ох, лупит-то. Короче, сейчас надо Гимн будет петь кое-кому. 45. Нет, мы его не убьем за один раз. Ой, Гимн. Гимн пошел. Плюс 42, 45. Он берет силу и накладывает балбес на себя. Это его и погубит. Хотя мы горим, видите, получаем урон. Этим легче попадать, кстати. Во врага. Моим новым персонажам в новом костюме. Как-то более сосредотачиваешься на полоске. А вот другими персонажами как-то ее не видно. Ну, или это мне так кажется, или я не знаю. Что у него за бонусы? Давайте узнаем у этого костюма. У этого костюма ловкие ракетчики с будущего. Специализация особая. Тип ближний. Умение в бою. Падение метеорита. Гигантский астероид. Падающий на поле боя. Вредящий всем врагам. Умение в игре. Свет. О, мы нашли фонарик. Получен выкройка. Получен от охранника торгового центра. Дорогие хорошие охранники дали мне остальные материалы во время исследования стройки торгового центра. Все понятно. Сколько у нас еще костюмов будет? Дофига. Еще 7 костюмов. Мы сможем собрать с вами за игру. Здорово. Ну, останемся при этом. Давайте, наверное, при этом останемся. В принципе, в принципе, ничего. Но какое-то здоровье у него, конечно, ослабленное. У этого космонавта. Ладно, в любом случае у него есть свет. Опа. Этот световый меч просто великолепен. Разве нет? Да, только нельзя быстро бегать. То есть он действительно светится. Вон там мужик стоит. Вернее, вогр. Давайте его шлепнем. Хе-хе-хе-хе. Жалко, два раза нельзя. Не откажусь от опыта. Если они, конечно, нас не порвут сейчас здесь. Их опять трое. А этот вообще здоровяк. Ну, это от меня подарок. Моей кошелкой. Так, убиваем медика. Главное медика убить. А там дальше пойдет. Не попал. Бывает. Тут все хорошо. Ты должен был увернуться, вообще-то. Но, все равно, получил урон. Исцеление, да? 41. Ну, понятно, медик, что он еще может делать. Увернулся. Красавец. Падение метеорита еще рано. Давай медика. Успех. Все, пока, медик. Медика отправляем в ад. Неуспех. Тут успех. Ну, ты выжил, молодец. Э, давай метеорит. Смотрится, что интересно. 76,4. Но можно было бы и побольше урона соседа. Э, гимн. Если тебя два раза ударят, ты умрешь. Давай гимн. Их что-то сильно много стало. Нам явно нужен третий человек. Повернулся, да. Если двое тебя попадут, хорошо, да. А этот уворачивается. У него здоровье не очень, поэтому ему самый раз. Давай. Сороковник. Этого мы отправили в ад. Все, добиваем. Добиваем. Давай. Блин, еще жив. Статуя, держись. Не сдавайся. Давай метеоритом. Ну, в любом случае, это конфеты. Конфеты и рыбная голова. Карточку, которую мы, возможно, на что-то поменяем. Ладно, давайте свет будем осматривать. Что-то тут. Это светлый металич просто великая. Велепин, разве нет? Давай быстрее только. Смотри, какой у меня меч, мужик. Я ударил. А тут я могу пройти, нет, теперь? С световым мечом. Да, теперь могу. Мне надо обходить. Ася, я его сейчас отпущу. Сверху сыплется чересчур много мусора. Надо как-то защитить голову. Ну, мы там уже были. Ладно, возвращаемся назад побыстрее. Этот светлый меч просто великолепен. Уверен, этот меч космонавта разрежет тьму, как масло. Невероятно темное масло. Понял вас? Давай. Ну да. Мы прорываемся. Здесь есть сохранение. И спуск вниз. Отлично. Первый сейв фактически. Я волновался. Вдруг нас убьют. Хотя мы были близки. Та партия из двух магов, огров и шамана была очень опасной. Так. Тут можно идти на... Опа. Этого надо ударить. Сейчас я подбегу и ударю. Блиииин. Не удалось. Сейчас их будет трое, да? Или четверо? Но четверо не поместятся на экран. Нет, один всего. Та, с одним мы справимся, это точно. Пятого уровня? Нет. Такого еще не было уровня. Впервые мы делимся с пятым уровнем. Хорош. Добивай. Даже с уворотом урон просто сумасшедший. У этого огненного придурка. Ого, мы его уделали, слышите, с звук ударом. Почему такой слабенький был? А, потому что он был один. Вон еще один. Я не знаю, насколько он мощный. Но мы ему испортили настроение на сегодня. Каман. Сколько вас? Ё-моё, их опять много. Но это дураки. Это силовые воины, поэтому... Плюс еще сумка получили по морде. Я думаю, мы с ними разберемся. Давай с маленького. Он легче. А, нет, у них одинаковое здоровье. Нет, давай с большого. Давай с большого. Это наше все. Половину убрали. А теперь важно уворачиваться. Потому что они будут бить три раза. Не всегда помогает, но уменьшает атаку в несколько раз. Ё-моё. Они мощные. Так, мы сейчас еще одного не убьем. Еще надо будет одну атаку проводить. Зачем у них очень много здоровья. Давай. А теперь надо три раза увернуться. Ошибочка. Увернулся, красавец. Увернулся, он все равно получил. Если сейчас не увернешься, умрешь. Фух, еле выжил. Так, метеорит пошел. Хотя метеорит на него не надо. Давай на соседа. Так, он все равно будет три раза бить. Блин. Что делать? Одного убьем, меньше ударов будет. Да, давай все-таки его убьем. А там что будет, то будет. Все по чуть-чуть тоже получили. А ты давай гимн, иначе погибнешь. Даже с защитой и отличными воротами. Шансов маловато. Я не был готов еще. Я вообще-то заставку смотрел. Здесь все получилось. Но мы тоже при смерти. Давай маленького. Он бьет как большой. Как мы выживем, я не знаю. Но пока ситуация не очень. Ё-моё, сколько нам повернуться-то надо? Жесть. Слушайте, он сейчас умрет. Он точно умрет, потому что мы его сейчас не убьем. А что мы будем делать? Ё-моё, мы проиграли? Впервые? Падения метеорита сейчас не будет. Если он не увернется, нам конец. 61. Я ничего не смогу сделать, и гимна еще пока нет. Фу-фу-фу. Ладно. Ничего не можем сделать. Все, он ушел. 38-9. Как бежать? Гимн ничего не даст, потому что они бьют двое. Давай гимн. Ну вот первый враг, который нам не по зубам. Попробовать увернуться, но у него... Я еще и не увернулся. Опять заставку смотрел. Все, нам конец. И что дальше, мне интересно? Поражение. Первое, кстати. Но столько не снести нам. Реально, они очень мощные. А что дает поражение? А, ничего не дает. Так мы еще раз попробуем навалять им. Конфеты, по-моему, уменьшились, да? Я думал, конец игры. Ладно, давай начнем с маленького. Это несмотря на то, что еще и удар был по ним. Еще и удар был по ним же. Начал с маленького. Это не маленький. Это большой. 38. Это очень мало, я считаю. Твою мать. Он уже мертвый. После трех ударов. Увернулся. Может, это спасет, конечно, нам жизнь. Но его мы не убьем. Даже если очень захотим. Уворачиваться надо, приятель. Ну, сейчас, если не увернешься, нам конец. Фух. Сейчас гимн споет, конечно. Так, падение метеорита на этого парня. 27 убираем, да? Если бы гимн сейчас не петь, было бы здорово. А гимн спеть потом. Но она не доживет до следующего гимна. Блин, тут надо как-то разыграть партию. Мы не развернемся здесь. Нет, но будет найден удар меньше. Давай, метеориты, не думай о чем. Хотя бы убрали одного. Гимн по-любому. 40, а теперь не смотрим за ставку. Это был не шифт. Каю ж мать. А это был не спейс. Увернулся. Наше счастье. Кстати, в прошлых боях вообще не работал у ворот. Вы заметили? Практически не работал. Давай, угро-воина. Тут окей все. И тут все окей. 99. Да, увернулась. Но сейчас он умрет, если будет бить. Повернулся. Красавец. Фу, метеорита все еще нет. Но мы его еще не убьем. Статуи свободы конец. Гимн не поможет. Но хотя бы будет один на один бой у нас. И удар метеорита будет еще. Но у него 180 здоровья. Это очень много. Пятый уровень. Что-то мы не можем его протащить. Основная атака. Ну, давай. 57. Ну, это не поможет. 16. Все, смерть. Несмотря на то, что в ворот был. Увернулся. У нас есть шанс. Так, давай этого парня. Падение метеорита на... На соседа давай. Да нет, просто убей его. Зачем сейчас использовать падение метеорита? Правильно? Правильно. Давай убей его. Все, мы его разморжили. А теперь главное не умереть. Давай падение метеорита. 86. У ворот-то был, но... У ворот-то был, но... Но если мы сейчас не увернемся, мы проиграем. Сейчас надо увернуться. Молодец. Еще два раза надо увернуться. Давай. Сейчас надо вернуться, парень. У ворот. Есть. Мы победили. Добей его метеоритом. Короче, это был очень сложный бой. Нам еще далеко до пятого уровня, но мы протянули его. Фух. Реально рано еще сюда. Так мы бы не прошли бы здесь. Ничего не видно. Нет, надо сохраниться. Такой бой это... Это, извините меня. А, там выход наверх есть. У них было 600 здоровья на троих. 600 здоровья на троих это очень много. При том, что у нас 200 на двоих. Подозрительная черная область. Там может что-то быть где? Ты о чем вообще говоришь? Держись, нет ничего. Ладно, пошли. Здесь темнота. Глаза. Там, не сюда. Там орк. Ну, вернее, не орк, а огор. Он прям в темноте стоит. Конфеты. Ну, и какого будет он уровня? Да, попробуй меня на вкус. Тут ударить не получится по 12. Ну, ну. Двое. Но двое, а не трое, извините меня. Даже если не пятого уровня будет, а не все пятого уровня, это не 600 очков, извините, да? Если в сравнение взять, на наши 200. 600 на 200 очков. Лупим сначала маленького. Отлично. У ворот-то был, но все равно урон ощутимый. Блин, да что ж тебя так сильно бьют? Давай. Ни в чем себе не отказывай. Хорош. Мы его, конечно, сейчас не убьем, но хорошо потрепаем. Мимо. Вот у ворот это самая полезная, наверное, вещь. Дважды у ворот. Почему он тогда не попадал? Если бы не у ворот, мы бы бой проиграли. Потому что получать все удары, это конец просто. Давай вот этого метеоритом. Хорош. Гимн не надо петь. Давай добьем слева парня. Не спей. Сожгли его нафиг. А тут я задумался, как обычно. Хорош. Гимн поем? Поем, мало ли. Опять смотрю заставочки. Ну, у ворот сработал. Трижды за один бой. Тогда ни разу. Все, осталось чуть-чуть. Даже его ударно ничего не сделает. Да. Все. На тот свет. Рыбная голова. Второй. Вторую карточку такую же получаем. Наконец-то повышение уровня. Наконец-то мы пятые, друзья. Наконец-то мы пятые во уровне. Это теперь здоровье у нас 116. А по это урон, я так понимаю, да? 38. Тут тоже 116. Конфеты, пакеты. Два вида уже у нас. Вот этого надо ударить этим. Сумкой. Выключи фонарь. Блин, фонарь я сказал, выключаю. Вот так вот. Так мы дальше пройдем. Ну. Ё-моё. Опять они пятого уровня. Ну тут по 14 получили. Ну что, медика давайте убирать. У них на двоих 500. 500 здоровья. Давай атака. Есть. Главное медика сейчас выключить. Чтобы он не лечил их всех. Ничего себе бомбанул. Этот исцелится. 54. Неплохо лечится парень. Чего не увернулся? Не знаю. Медика добьем сейчас? Добьем. Медика сейчас не будет. Осталось два крутых. Очень серьезных мужика. Повернулся. Молодец. Просто молодец. Давай, ничем все не отказывай. Хорош. 94. Мы стали чуточку сильнее. Какой прогресс. Я думаю, стоит нам продолжать бой. Сейчас лечиться не будем. Давай. Мы их сейчас ошеломим. Повернулся. Красавчик. А тут мне даже кнопку не показали. Нет, показали. Просто не успел ее нажать. Все убиваем этого пацана. Разнесли. Ну, здесь гимн, я думаю, петь тоже не стоит. Мы еще пару ударов точно выдержим. Есть. Нет, гимн не поем. Разбиваем его такой-то бабушке. Еще один раз увернуться осталось. И все будет опередено. Ты жив? Жив. Ну и что нам еще надо? Больше ничего. Повышение уровня было необходимо просто, чтобы чувствовать себя комфортно в бою с такими ребятами. Просто того надо было обойти нам в темноте и убить более слабого противника. И тогда бы, конечно, мы бы с ними справились. Нас бы не убили. Тебе стоит заняться другой работой. Много боев, слышите, у нас тут на этом участке. Сначала у нас было собирательское, по городу катались. А теперь бой забуем. Опять троица. Естественно, пятого уровня. Но здоровье у них подхрамывает. На этот раз 375 на троих. Вдвое меньше, чем мы привыкли. Есть. Ох, хризанул. Еще и двоих сразу. 52 здоровья. Неплохо восстанавливает. Мы даже... Мы даже столько не умеем. Еще и горение начинается. Так, убиваем. 53. Сейчас медика не будет. Блин, да что ж ты так бьешь сильно? Это атаку, да, накладывает на своего друга. Значит, всеми силами бьем друга и им надо петь срочно. Нет, нам нужен вот этот парень. Давай. Кадит. 102. Эх. А что же делать сейчас? Если я сейчас его ударю... Вот давайте, чтобы он не успел нанести удар. Может мы победим? Давай. Он не успеет нанести удар. А вот сосед его наложит на себя сейчас атаку. И вот с ним надо не церемониться. Блин, горение нас добивает. 52. Мы не убьем. Давай гимн, она сейчас загорим просто. Да, лекарь в команде, конечно, очень нужен. Просто безумно нужен. Повернулся. Молодец. Без лекаря мы бы уже... Мы бы уже слили... Просто кучу боев бы слили на самом деле. А так с лекарем прям нормально. Хоть как-то восстанавливаемся после тяжелых сражений. Где сохранения вообще-то? Дайте мне сохраниться сначала, а? Причем ходить. Приветствую вас. Сейчас все наши приварки временно отсутствуют. Еще один врата. Эти ворота будут открыты автоматически, когда во всех магазинах в торговом центре не останется конфет. Если вы желаете оставить сообщение для ведьмы Дарзилы, пожалуйста, нажмите или скажите... Один. Послушай, кто бы там ни был, ты не должен... Есть мою сестру. От моей сестры воняет, она чертовски бесит, а ее костюм просто ужасен. Честно говоря, я желаю, чтобы она никогда не рождалась. Хороший братик. Иногда. Но она моя сестра, это значит, что право издеваться над ней мое, а не твое. Так что открывай дверь. Бип. Чтобы стереть сообщение, вновь записать ее. Неважно. Это бесполезно. Нам придется проложить маршрут похода за сладостями прямо через эту штуковину. А где тут магазины? А где тут магазины? Подождите, не помню ничего. А-а-а, даже так. А врата вот, да? Но я туда не могу попасть пока. Слушайте, а тут намного комфортнее, чем подсобки. Смотрите, тут все культурно. Сохраненец есть, мужик какой-то. Извините, ребята, мол, Орельс отключен и будет отключен всю ночь. Ага, и в этом, похоже, замешаны монстры. О нет, ха-ха. Неужели вы думаете, что мы имеем дело с гримлинами? На самом деле это Огры. Но не волнуйтесь, мы о них позаботимся. Ха-ха, но вы шутники. Ладно, если вы справитесь, я позволю вам бесплатно кататься всю ночь. Согласны? Извините, ребята, мол, Орельс отключен и будет отключен всю ночь. Подожди, не понял. Квест наконец-то включился. До этого он не включался. Что? Смотрите, все магазины открылись для калядования. Так, мол, Орельс сломан. Темная сторона торгового центра. Прошли. Тут квестов нет. Наверное, если я решу проблему с мол, Орельсом, то смогу попасть в кондитерскую. Проверено 12 магазинов. Обойти, мол, Орельс сломан. Поможет Сиду починить мол, Орельс. Вы знаете, что держит поезд? Да что? Наверное, Огр. Какой-то крупный, небось. Я никогда раньше не делал это в торговом центре. Круто. Пойдите, с пацаном поговорим. Моя почти новая карта коричневого мозга немного неровная. Это ранит мое сердце. Обменяй на что угодно новую карту. У вас есть такая? Если бы да, я дам знать, если найду. Я пока постараюсь представить, что моя карта не кривая. Так у меня такая есть, но... Но второй нет. Ладно. Пошли по магазинам. Конфеты. Это первый этаж, центральная станция. Монорельс это типа... Да, вот он. Да, вот он этот монорельс. С помощью него можно попасть будет... В кондитерскую. Там, где держат сестру. Ух, какой огромный магазинчик. Я вижу призрака сзади. Тако. Ну что, давайте обойдем. 12 штук, все. Сладость или гадость? Вот несколько конфет и купон на 50% скидку при следующем посещении. А сколько вы мне конфет отольете? Отцепите, вернее. Отлично. Один магазин тако закрыли. Это магазин Электрик. Сладость или гадость? Ё-моё, Олгар. Магазин закрыт. Навсегда. Какого уровня эти ребята лучше расскажите? Нас всего двое. Уровень тот же. Пятый, я надеюсь. Шестой! Да вы шутите, я не успеваю так качаться. Шестой уровень. У них на двоих 500. Ну ладно, 500 еще ничего. Как вы успеваете? Нам в случае нужны карточки или усиление какое-то. Они же непобедимые просто. Надо уворачиваться и надеяться, что мой персонаж тоже увернется. И в это верю, по крайней мере. Хотя урон страшный просто. Че ты не увернулся-то? Ну мы же умрем так с тобой. Давай, гублин охранника одного будем бить. Они, конечно, тупые и не могут лечиться. Но все же. У них здоровья сколько? Так, сейчас гимн надо петь. Гимн надо петь. Ладно, давай бомбанем. Да, давай его бомбить, наверное. Хотя 47. Да, давай его уберем просто. Он не надоел. Надо урон на 100 идет вообще-то. Зато от него урон не будет на нас поступать. Гимн поем или выйдет? Давай одну атаку выдержим. Че их поджигать нельзя, если бы они... Увернулся, красавчик. Вот если бы они гореть начинали, вот тогда был бы вообще другой вопрос. Хорош. Гимн поем? Нет, он нас не попал. Продолжаем бить. Битва за магазин. Давай. Руби этого подонка. Гимн поем. Может убить. Нет, мы его сейчас убьем. Есть. Магазин наш. Прыщики. Сладость, да? Жуткое угощение. Прыщики мы любим. А вон Огр еще один ходит просто по коридору. Блин, да их тут... Просто офигеть. И что, они все шестого уровня? Вы шутите, что ли? Три. Не говорите, что они шестого уровня. А не пятого уровня. Фух, пятого уровня. Это еще... Ё-моё, я уже драться начал. Опять начал драться, не пойми с кем. Ну, давай Огромага тогда убирать. Хотя медика бы было... Он же шахлечить будет. Да, это я слоховал. Ну, ладно. Можем, конечно, ее вынести, если повезет. Хорош. Попал. Тридцать пять и поджег, скотина. Он его вылечил. Это бесполезно. Слышите? Нам конец. Огромага сейчас убьем, конечно. Пятьдесят. Ты выдержишь еще одну атаку. Я думаю, выдержишь. Какая-то ты горишь, блин. Увернулся, красавчик. Так, усиление урона на себя. Понятно. На себя, значит, мы тебя и убьем сейчас. Чтобы ты не умничал. Давай. Метеорит, тем более, у нас сейчас заряжен. Хорош. А здесь? Здесь пятнадцать. Добиваем. Не поем гимн, добиваем. Это важнее. Но в того ты можешь стрелять сколько угодно. А мы уже даже погасли, смотрите. Отличный удар. Сорок семь, пятьдесят шесть. Ну, давай споем гимн. Чтоб не терять друга. Пятьдесят пять, пятьдесят один. Он тоже восстановил здоровье. Не дурак, видишь? Восстановил, давай. Еще десяточку. Только не лечись сейчас. Мимо. Хорош. Все, наконец-то он. Ил. Получили карточку. Так, давай этого еще. Удар со спины самый, самый коварный, самый ужасный. Только не три шестого, пожалуйста. Два шестого. Ну, это гренадеры тем более. Они же стреляют. Пятого. Два пятого. Чего четыреста на двоих. Это нормально. Это нормально. Тем более у нас. Вылечиться можно будет, если что. Это плохо. Еще и бьют моего ликаря. Это я вам не прощу. Все, одного вынесли. Увернулся. Молодец. Давай. Восемьдесят восемь. Маловато, но мы его добьем. Можешь бить, можешь не бить. Все равно тебе конец. Мы уже натренированы. Вольно пасхальный кулич. Ну что, замечательно. Тут какой-то ребенок. Вы нашли меня. Мы играем в прятки в торговом центре. Хотите сыграть? Если вы найдете всех шестерых, то получите приз. Отлично. Нас сохранили. И сколько вас надо собрать? Я два магазина уже обошел. Но пять-шесть детей. Мол, рельс. Обмените с коллекционом. Лишнюю картку. Коричневый мозг. Найдем. Что это за тетя? Найдите всех шестерых детей. Понятно. Привет. Поговорите с ведущим на сцене, если хотите участвовать в конкурсе костюмов. Обязательно. Вон, я вижу какого-то ребенка. Что ты тут делаешь? Ты же нормальный, по-моему. Извините, я не делаю любовное зелье бесплатно. Да и не надо особо там. Так, эти два магазина мы закрыли. Тут кто-то висит. Кого-то подвесили. Надеюсь, это не баг. И мне его не надо найти. Смотрите. Он или висит, или не висит, не могу понять. Или стоит. Или так задумано. Но, по-моему, он прячется от нас. Ладно. Пошли еще слева магазины с вами. Закроем. Там закрыто-закрыто. Вот магазинчик так и закрыли. С этой стороны лестницы. Сейчас посмотрим. Эй. Странники торгового центра, да? Это я, загадочная пугала. Да мы тебя уже видели один раз. И что? Рядом с классиковыми тыквами. Быстрее, детишки. О, пока не ударишь, не поговоришь. Как ты сюда попала, таинственная пугала? Я перемещаюсь в нужное место со скоростью мысли. Круто, научи нам этому. Нет. Но у меня для вас кое-что есть. Вы получили материал для костюма оранжевая краска. Спасибо. С превеликим таинственным удовольствием. А это костюмчик куда? Выкройки для костюмов таинственная краска. А, это, собственно, пугало нам и выдаст его. Сейчас слева Хэллоуина. Ладно, с мужиком попозже чуть-чуть пошли этот магазин закроем. Там какое-то развлечение у них в центре. Сладость или гадость? Вся идея колдования в торговом центре принадлежит мне. Колядование. Хорошо. Три магазина закрыли. А центр, я вам скажу, не маленький. Весьма не маленький повод сохраниться. И там еще какая-то у нас сценка посередине. Давайте ее еще посмотрим. Счастливо Хэллоуина. Здрасте. Ой, простите. Судья, вы это видели? Я нечаянно. Черт, я думал, что уже выиграл этот конкурс, пока не пришла она. Она? Что же ты такое? Я? Супергерой, а ты? Эй, ребятишки, спасибо, что присоединились к моему протесту. Вашему что? Я протестую против магазинов, сладостей и нездоровой пищи в этом торговом центре. Игрой достань яблоко. А опять она. Да, это символ. Чего? Узнаете. Опять нас сюда заманили. А, Д и Спейс. И сколько мне надо? Зеленый, по-моему, дороже, да у нас? Я забыл уже правила. Но мы это уже сами делали. Причем успешно весьма. Червивая, не трогаю. Слушайте, тут времени на первый тур мне не хватит. Не говоря уже... Сколько ж тут надо-то? Двадцать пять, еле успел вообще. А как же три тура пройти? Фух. Потрясающе, вы протестовали всю душу из этих яблок. Вот ваши конфеты. Что? Я собрал их в здешних магазинах, помогая снижению цен. Понятно, мне надо выиграть все равно. Приходите еще. Давайте попробуем выиграть все-таки. А это кто? Это настоящая прическа моей мамы. А что ты там делаешь? Ну давайте попробуем. Я здесь для протеста против чего-то. Так, держать. Начнем уже. Побольше зеленых, пожалуйста. Что-то вы мало яблок даете, ребята. Побольше зеленых, я сказал. Только так можно выиграть. Победа. Ну тут лучше уже, но... Ладно. Теперь вы получите еще больше конфет. Как это помогает протесту против вредной пищи в торговом центре. Ну, наешься конфеты, у тебя не будет места для прожаренной пиццы. Так. Еще 50 конфет. И последний тур. И последний тур. Я здесь для протеста против чего-то. Начнем. Так, надо очень быстро и чисто по зеленым работать. Но если нет зеленых, уже любые тогда. Главное, чтобы без простоя было. И без червивых желательно. Где зеленые яблоки? Офигели там. Еле успел. Фу. Последний момент уже вброзил. Поздравляю, ты теперь член протеста с карточкой. Спасибо, что просто. Что не просто. Карты жутко в угощении особенные. Вы получили картку пицца-торт. Сохранение. Замечатель. Пицца-торт. Всю жизнь мечтал. Я здесь для протеста против чего-то. Так, держать. Сохранение. А это ж не нужно уже делать. Это же не нужно делать. Это просто на рекорд, да? Ну ладно. Если можно назвать это рекордом. Ну и где яблоки? Замечательно. Червивое съел. В этот раз я ничего, чувства, не найду. Здесь и яблок-то особо нет. Да нет, вообще ничего. Победа. Больше набрал. 46-то, по-моему, рекорд. Причем абсолютный. Ух ты, надо занести в книгу рекордов. Я не чувствую своего лица. Все, я к нему больше не подойду. Мы так все решили. Что здесь еще со сцены у нас? Видели этих принцесс? У некоторых людей просто отсутствует творческая жилка. Вы не можете победить мой костюм. Я невидимый. Я тебя вижу, балбес. Ну, давайте узнаем, что это. Извините, но вам нужен еще один друг, чтобы попасть в групповую категорию. Блин, как я хочу найти третьего товарища. Что? А ты будешь моим другом? Извините, я не делал любовное зелье бесплатно. А вы что тут сделаете? Вы хотите, чтобы меня съели? Вы должны попасть в аркаду и сделать то, что они скажут, или мне конец. Ну, что тут пройти не могу. Какую еще аркаду? Как мне наверх залезть? Вы о чем вообще? А, это тетя здесь стоит. Так, я не понимаю, что надо делать, чтобы пройти дальше. Сюда нам нужен третий игрок. Но меня эта новость одновременно радует и пугает. Знаете почему? Потому что у нас будет третий игрок. А во-вторых, что мы будем с ним делать? Наряжать во что-то? Извините, но страшный монстр приказал мне стоять здесь и послать всех детишек в аркаду. То есть, не монстр, а обычный человек. И кто ж вас куда отправил? Вот этот, что ли, товарищ? Привет, поговорите с ведущим на сцене, если хотите участвовать в конкурсе костюмов. Я понял. Давайте еще этот магазин шлепнем. Сладость или гадость? Все нормально. Не забудьте, повседайте, вернуться и сходить по магазинам. Ты кто? Будем сочетать мой костюм бездушным? Нет. А это что за тетя? Привет, погодите с ведущим на сцене, хотите участвовать? Тут людей еще дофига. А это что за ужасы? А там сундук. Как-то попадать. Может, а прыгать не умеем? Не умеем. Какой Аркадий нам надо подойти? Опа. Палатки, марки. А ты кто? А, марки продает, да, парень? Эй, сюда, сюда. Подожди, я посмотрю, что тут. Не шутите с моим отцом, хорошо? Окей, конфеты нашли. Двадцать штук. Это поможет нам в покупке марок. Ну вот, вы нашли древнюю мумию, но теперь вы прокляты. Буха-ха-ха. Два из шести друзей найдено, это хорошо. Эй, да я понял, не хватит орать-то. Среди, что ты тут делаешь? Вы шутите? Вы мои лучшие клиенты. Где вы ни были, я там буду. Слушайте, он уже с парка переместился. Вы не привыкли по кустам сидеть, пара марки займеть? Так, сильное увеличение, сильнее увеличивает силу атаки. Эффект яд наносит урон каждый ход. Небольшое лечение от шпи за ход. Умение ТБ, ошеломление одного врага на два хода. Туалетная бумага, нормально, ТБ, да? Небольшое лечение от шпи за ход. Небольшой, как раз небольшое может и сыграть определенную роль, поэтому его мы и купим. Варева для ведьмы, яд наносит урон каждый ход. Давайте все купим, посмотрим. Зубы волка, нам на все же хватит? Нет, не на все. Ошеломление одного врага. Можно, кстати, марками будет поиграть. Сильнее увеличивает силу атаки. Давайте лучше вот это возьмем, туалетную бумагу. Ошеломление, это что значит? Он будет вообще не ходить? Или будет бить, но слабее? Тут вопрос. Ладно, давай вот это возьмем. Все, до этого нам еще надо деньги заработать. Ну, не конфетно собирать. Ну, вы поняли, в общем. Вот, три марки. Сейчас у нас марка стоит код. Дает шанс уклонения. Это самая лучшая, наверное, марка, какая может быть. А РИП дает увеличение здоровья. Понятно. Умение испуг. Шанс испугать одного врага. Весь сильнее. За атакой нам не нужна для Эверетта. Яд наносит урод каждый ход. Небольшое лечение аж пизоход. Смотри, какой небольшой. Я ж не знаю, какой небольшой. Шанс испугать одного врага. Ну, это, в принципе, неплохая вещь. Ну, давайте попробуем. На этих марках их буду сидеть. Посмотрим, какой там шанс испугать и что испуг дает. Привет, мужик. Я не знаю, кто ты. Отец того. Сэдди, да? Вон там малышка Сэдди, начинающий предприниматель. Она стояла на том, чтобы прийти на работу этой ночи и открыть собственный игрушечный магазин. Полагаю, она просто хочет походить на своего старика. Ага. Понятно, и все ли? Это все, что нам нужно было узнать у тебя? Хорошо, мы узнали, кто тут торгует марками. Если что, зайдем, когда будут деньги. Так, что такое аркада? По-моему, уже все обошли. Какая нафиг аркада? Марки. Счастливого Хэллоуина. Там магазины мы закрыли. Давайте сделаем сейв. Это не аркада? Нет, это банкоматы. Которые можно опустошайствовать. Хорошо. Тогда давайте костюмы, наверное, переоденьем, чтобы я мог побыстрее перемещаться по магазину. Сейчас там поиски. Поиски важнее. Во. Это уже оно. Так, мужик, мы не нашли, по-моему, твою карточку, да? Не нашли, извини. Аркада, аркада. Что за аркада? Это тетя мой видели, эту конфету не взяли. А, аркада. Нашли. Вот сюда надо зайти. Ну, давайте посмотрим. Ух, тут как-то темно. Нет, давай зайдем. Тут, наверное, в чем-то поучаствуем. Сейчас я конфеты соберу. О, гоблин. О, слышите, опять этот босс. С граммофоном этим, мегафоном. Ух ты, не думал, что тут будет так много работы в Хэллоуин. Интересно, почему эти детишки не колдуют? Не колядует? Что-то я все время про колдовство хочу спросить. А там он у тебя что-то лежит за столом. А что-то как-то зайти. О, конфеты. Хорошо, что я туда вышел. Ну что? Тут вообще-то босс. Что, опять с боссом драться? Что здесь происходит? Ну, привет. Я не могу сейчас говорить. Видишь этих ужасных монстров повсюду? Они заставляют нас играть в игры и менять наши билеты на сладости. Я не знаю, зачем им так много. Эй, парни, можете вы отключить их или типа того? А мы пока потихоньку улезнем. Да, это по-настоящему больно. Черт, почему мы просто не пошли за конфетами? Не могут отлипнуть. Эй, кончай тявкать и принимайся за работу, пока мистер не умел и не разозлился. Так, тут задание нам дали. Младен валяется, я вижу. Поэтому, скорее всего, нам надо сесть за автомат и выиграть его в игру какую-то, да. Так, билеты за угощение. Свободить детей от их принудительных игр. Свободить детей от принудительных игр. Так мне надо победить не умели опять? Вы можете избавиться от этих ребят? Я не уверен, что я смогу с ними справиться. Они очень мощные. Я не уверен, что получится. Будем сохраняться перед выходом. Потому что мы так много чего сделали. Жалко конфеты просто. Ладно, давайте пойдем сохранимся, проведем бой. Я просто не уверен, что после смерти у нас ничего не отнимает. Я как-то не следил, конечно, за показателем. Тем более, здесь недалеко-то на самом деле. А с нашим костюмом так вообще. Так. Ну, вперед. Не знаю, конечно, как этот бой будет выглядеть. Что-то тут блеснуло. А, нет. Мы с боссом еле справились. А тут еще и помощник. Здрасте. Эй, постой. Я помню этих детей. Ненавижу этих детей. Надо было ударить. Я думаю, может, диалогом мы решим проблему нашу. Но нет, придется драться. Жесть. Босс еще и помощник. Не умели и гоблин. Но у него нет этого, смотрите. Мегафона. Хотя в руках только что был. Давайте убирать помощника для начала, а потом уже босса. Ох, я забыл костюм переодеть. Ну ладно. А тут я не привык. А у меня больше было. О, испуг появился. Смотрите, новая возможность. Давай попробуем. Вот эта кнопка, наконец, стала активной. Нет эффекта. Тут 50 на 50, так понимаю. Все, нам конец. 26. Вернулся. Короче, мы пропукали один уход. Из-за этого долбанного эффекта. Испуг. Будем пробовать, нет? Нет. Давай уже добивать. 29. Молодец. Молодец. Просто красавчик. Давай взял прокет. 75. И этого добьем. Никаких испугов. Испуг, когда он один останется. И мы будем уверены, что он нас не убьет. Давай, добивай. О-оу. Хьюстон, у нас проблемы. 136. Нормуль. Давай испуг попробуем еще раз. Хорошая попытка на ваших хищений, достойная моего уровня. Офигеть. Короче, его нельзя испугать, представляете? Сразу нельзя было написать. Короче, навык отброс. Самый настоящий. Из-за него можем сейчас проиграть. Давай гимн пой свой. По 40 это достаточно, чтобы победить. Щит сработал. Залп ракет давай. Ну и два осталось. И давай мы его добьем. Великолепно. Щепки. И провода какие-то там. Почему бы их не победили, мистер? Не умели. Если бы захотел, я бы сделал. Но с целью сохранения денег, компания не решила, что нам стоит просто пробежать мимо. Скорее всего, они отправились к месторождению. За ними. Кто-то оставил это на одном из игровых автоматов. Вам бы это пригодилось для создания костюма. Вы получили материал для костюма. И квест выполнен. Мы собрали, по-моему, костюм, да? А нет, мы освободили ребят от игромании, походу. Дайте переодеть, но, кстати, нифига не видно. Дайте хоть подсветим. Реально ничего не видно. Что там кто оставил? Можно, кстати, идти за ними. Так, а что оставили-то? А, вот, вот это или что это? Пойду охлажу руки. Можно набить конфет в темноте полной. Так, нет, подождите. Ну, они что-то нам дали. Что мы выполнили? Моллорель Соломен, это более редкая карта. Торговый центр, яблоко, прятки в торговом центре. Все еще занимаемся. Вот тут настолько такая темнота, что можно вообще пропустить этих ребят. Костюм для кройки. А, вот шарф мы взяли. Для неизвестного костюма. Пока что. Ладно. Тысяча десяток конфет. Ну что, мужик? Привет. Блин, начальник убьет меня, когда увидит эту гигантскую дыру в стене. Интересно, откуда она там? Я откуда знаю. Ну, давайте посмотрим, что это за дыра. Канализация? Тут ребенок. Простите, я на вашем пути. Я просто расследую таинственную неполадку, мол, на рельсах. Тайны нет, это монстры. Ну, я ученый, поэтому не верю в сказки. Эти монстры просто неизвестные виды из далекой галактики, попавшие сюда через идеально научную дыру в пространстве. Они волшебные. Не время спорить. Монстры похитили мою сестру, и мы должны ее вернуть. Могу я предположить, объединить ваши усилия волшебства и науки для борьбы с ними? То есть дружба? Дружба. А теперь вы обменяете эти трико на костюм? Конечно. Ё-моё, нас трое стало. Люси присоединилась к команде. Офигеть. Вы получили материал для костюма трико. А куда это ведет дорогу? Опять они. Бармотание. Наблюдение нечеловеческих звуков по курсу. Монстры. И Дарзила может узнать, что они говорят? А ты меня уже подводил неумели. Я сделал ошибку и дав тебе второй шанс. Нет. Эй, просто быстрее с конфетами, ладно? Я вернусь к месторождению, чтобы проверить, что Метхель не заснул за рулем. Эти монстры используют молно-рельсы для перевозки конфет. Кажется, мы вовремя очистили дорогу. Короче, понятно, что теперь удерживает конфеты. Вернее, не конфеты, а что удерживает молно-рельс, который поможет нам попасть на сладкую фабрику. Ладно, давайте. Настрой, это обалденно просто. Теперь мы будем наносить гораздо больше ударов. Где это я? Где это я? О, мы не туда вышли. Ну, по-моему, это удачно. Мы перепутали выход. Тут ничего нет? Там и внизу он в тыкве есть. А как в тыкву попасть? О, привет, пацан. Поймали, но теперь хотя бы могу разделиться. Хе-хе. Троих нашли уже. Так и тот же, смотрите. Мы нашли еще какую-то ткань. Блестящая ткань для чего-то там. Это, наверное, шарфом вместе используется. Ох, кто смотри, штаны дали. Да вообще мы новый костюм собираем. А что тут? Вообще нифига не рассмотришь. Темнотища редкостная. Это дверь, нет? Да, дверь. А, так тут разветвление. Хе-хе. Мы немного не туда пошли. А теперь вышли... А теперь вышли правильно, да? Ну да, теперь мы вышли правильно. Хорошо. Теперь нас трое. Привет, пацаны. Я больше никогда не буду играть в видеоигры. Никогда. А вы освободили нам проход, господа? Че ты еще не освободил нам проход? Вы спасли аркаду. Им стоит дать вам пожизненный абонемент. Все, мы можем попасть на второй этаж. Отлично, друзья. Все, шикарно. Нас стало трое. А это уже, извините меня, настоящая битва теперь будет. Мы теперь будем выносить их вперед ногами. Когда их было трое, я начинал волноваться, что у нас все получится. В общем, сохраняемся тут. Я не знаю, нашел карту или нет. Как-то уже перестал судить. Много еще надавали. Пока еще не нашел, извините. Монорельс держит, короче, эти монстры. Эй, ребят, как этот ловля гремлинов? Мы работаем над этим. Понятно. Я слышал, как один из них шутил про вас и пончики. Да, да, малыш, записан. Все, друзья, мы сохраняемся на этом месте. Теперь нас трое. Мы знаем, что держит или кто держит монорельс, почему не едет. Но там бой будет, наверное, очень жестоким и нужно качаться. Нужно хотя бы еще один уровень прокачать. Он у нас, кстати, будет совсем скоро. До шестого уровня точно надо докачаться по любасу. Хоть нас и трое, но все же надо получить еще более серьезное усиление. Кстати, а наш воин. Боевые марки. Ну, воин, воительница. Убираем вот этого вот. Испуг. Испуг вообще на боссов не действует. И шанс 50 на 50, я так понимаю. Поэтому мы его, скорее всего, уберем на повышениях HP нашего. Да, HP. Это будет полезнее. Люси у нас в костюме робота. Поэтому у нее урон будет хороший. Небольшое лечение HP тоже не поможет. Давайте. Ну, как раз будет хорошо. Лучше лечиться автоматически. И тогда у нас больше шансов будет победить. Урон усиливать не будем. Пока что мы справляемся. Ну, вот как-то так. Вот она появилась. Как раз ее место здесь забронировано было. Ее нам не хватало. А что это за марка? А, которую я ей дал, естественно. Хорошо. А сумка что означает? У нас всего две сумки. Здесь три сумки. Ну, ладно. Все. Теперь бои будут на троих. И сразу же примем участие в конкурсе костюмов, которые находятся внизу. Надо еще раз сохраниться. Иначе наши марки заново придется переставлять. Ну, а теперь точно все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шадрель Игровые Миры. До новых серий Костюм Квест. Пока.